Говорит Москва, говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль «Спутник Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Легендарный полет. 108 минут, которые изменили историю. «Восток-1», пилотируемый Юрием Гагариным, стартовал с Байконура 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени. Руководителем старта являлся ракетный инженер Анатолий Кириллов. Он давал команды по стадиям пуска ракеты и осуществлял контроль за их выполнением, следя за ситуацией из командной рубки. Как только ракета-носитель начала подъем, Гагарин сказал то самое знаменитое слово «Поехали». В целом, ракета-носитель исполнила свои функции без каких-либо проблем. Лишь на заключительной стадии не сработала система, отвечающая за отключение двигателей третьей ступени. Двигатели выключились лишь после того, как сработал дублирующий механизм. К этому моменту корабль-спутник уже находился на 100 километров выше запланированной орбиты. Гагарин, будучи на орбите, рассказывал о собственных наблюдениях. Он в окно иллюминатора смотрел на Землю с ее облаками, горами, океанами и реками, видел облака и атмосферу из черноты космоса, Солнца и далекие звезды. Ему понравился открывшийся ему вид нашей планеты. Он даже призвал людей хранить эту красоту, а не разрушать ее. Больше всего Гагарина впечатлила линия горизонта. Она отделяла земной шар от очень черного неба. Гагарин также провел несколько экспериментов. Поел, выпил воду, сделал пару записей простым карандашом. В какой-то момент он отпустил карандаш, и тот сразу же начал уплывать от него. Гагарин пришел к выводу, что подобные вещи в невесомости следует фиксировать. До полета оставалось загадкой, как психика человека может отреагировать на условия космоса. Поэтому внутри корабля была реализована особая защита от умопомешательства пилота. Чтобы управлять кораблем, Гагарин должен был перейти на ручное управление. А для этого ему было необходимо открыть конверт с одним листочком, на котором была записана математическая задача. Только решив ее, можно было узнать код доступа к панели управления. В целом полет прошел спокойно. Серьезных нештатных ситуаций не случилось. Длительность этого полета составила ровно 108 минут. За это время корабль-спутник сделал один единственный оборот вокруг земного шара. Но при возвращении на Землю во время посадки, тормозная система немного подвела и произошло небольшое отклонение от курса. На высоте 7 километров, в полном соответствии с планом, Гагарин осуществил катапультирование. После чего модули космонавт в скафандре стали спускаться вниз на двух разных парашютах. И этот способ посадки, кстати, использовался и в других ракетах «Восток». Регулируя парашютные стропы, космонавт смог избежать падения в прохладные воды Волги и приземлился на берегу. Данный полет, безусловно, открыл новую эпоху. Эпоху освоения человечеством ранее неизведанных и поражающих своими масштабами космических просторов. Как далеко зайдет это освоение, чего мы можем достичь на этом пути, пока не очень ясно. К примеру, сейчас ведутся разговоры о колонизации Луны и Марса. Но нет сомнений, что этот путь начался 12 апреля 1961 года. И вполне закономерно, что каждый год именно в этот весенний день отмечается такой праздник. Наш праздник, народный праздник. День космонавтики. Здравствуйте, это телеканал Республика. И мы сегодня решили провести опрос, знают ли граждане города Кызыла, нашей республики Тыва, что за день 12 апреля. Поехали. Что для вас означает день 12 апреля, не знаете? Нет, ничего. День Конституции, по-моему, нет? Нет. А что за день? Ну, как говорят. А, точно. Это же день космонавтики, да. Что за день 12 апреля? А, день космонавтики. Спасибо. Вы очень умная. Откуда вы знаете, если не секрет? Все же знают. Один вопросик, пожалуйста. Кто за день 12 апреля? Я не знаю. Не сложно. Один один вопросик. Один вопросик можно... Нас не догонят, не догонят, не догонят. Телеканал Республика, можно один вопросик вам задать? Не сложно, не сложно вопросик. Да, я не люблю камеру. А не подскажете, что за день 12 апреля? День космонавтики. Молодец. Спасибо. Пожалуйста. Что за день 12 апреля? Извините. Куда вы пошли, девушка? Что за день 12 апреля? День космонавтики. Не подскажете? Нет. Что за день 12 апреля? Это день единства России. Нет, а знаете, кто такой Гагарин? Да, это первый летчик в России, который улетел в космос. Да, и 12... 12 апреля. И что за день, девушка? День полета первого человека в Россию. День космонавтики, девушка. А, все, извините. Спасибо. Что за день 12 апреля? День космонавтики. Спасибо большое. Вы очень... Да, Юрий Гагарин полетел в космос. Космос в этот день. В 61-м году. Да, спасибо большое. Всего доброго. Сегодня мы опросили граждан нашего города. И 80% жителей знают, что за дата 12 апреля. Кто такой Юрий Гагарин. И это очень отрадно. С вами был Ринат. И подписывайтесь на телеканал Республика. Пока. Что такое российская космонавтика? Это 250 тысяч людей, работающих сейчас в отрасли. Более чем на 100 предприятиях. Это 100 лет истории. Истории взлетов и... Еще раз взлетов. Ведь у нас на счету 3000 успешных запусков. Больше, чем у всех остальных стран вместе взятых. Наша космонавтика — это рекорды. Очень много рекордов. Самый длинный полет. Самое долгое пребывание в космосе. Первая женщина-космонавт. Это 122 космонавта. Включая первого в истории человечества. Это богатое прошлое. И бросающая вызов в будущее. Новые космодромы. Новые ракеты. Новые технологии. И новые рекорды. Все это российская космонавтика.